В Наринмаре объявлены торги на оказание услуги по содержанию площадок для выгула домашних животных. Подрядчика определяют 18 ноября посредством электронного аукциона. Заявки на участие в торгах принимают до 17 ноября. Специально отведенные места для выгула и дрессировки собак в столице округа впервые были оборудованы два года назад. Тему продолжит Александра Литкова. Для этих швейцарских овчарок площадка для выгула и дрессировки собак – любимое место для прогулок. Их хозяйка Елена Калинина считает, что прогулки здесь открывают замечательные возможности и для владельцев, и для их питомцев. Например, для таких крупных пород выплеснуть накопленную энергию. Я с собаками предпочитаю эту большую площадку. Она удобная по размерам, большие собаки выбегиваются. Я часто встречала, когда здесь собаками занимаются. У нас есть мужчина, который занимается. Я со своими собаками, которые со знакомыми, тоже здесь занимаюсь. Впрочем, не все снаряды подходят для дрессировки. Хотелось бы, чтобы были другие немножко снаряды, которые, например, даже для этих собак, они более грустные. И по этим снарядам им тяжело как бы идти. И нету вообще снарядов для малышей. Те же бигли, которые маленькие, спаниельки. Для них это все большое, им тоже хочется бегать, хочется попрыгать по лесенкам, по всяким, через колечки. Но для них этого нет, к сожалению. Площадок для выгула и дрессировки собак в Наринмаре всего две. По улице Пионерской и в районе 4-й школы. Но в основном жителям города проще пойти погулять с домашним питомцем во дворе или в ближайшем лесу. На площадку ходим, но не так часто. Потому что она достаточно далеко находится от дома. Для меня это не совсем удобно. Вот есть такой прекрасный берег, куда мы можем выйти, где животные могут побегать. Поскольку каждому животному для развития полноценного нужна свобода движений. Ну вот мы и выгуливаем. На площадке одновременно могут присутствовать собаки разных пород. И неизвестно, как они могут повести себя. Дело в том, что площадка и предназначена для выгула собак. Свободного, без намордника, без поводка. И бывает, но не часто в нашем городе, что встречается несколько собак. Но обычно владельцы собак всегда могут между собой договориться. Они знают, сможет ли собака мирно играть. Или она будет конфликтовать. И, соответственно, ее отпускать не надо. Она может гулять только одна. Содержанием площадок с начала текущего года занимается предприниматель Алексей Ходунков. По заказу муниципального учреждения «Чистый город». Кто будет содержать их в 2022 году, определят 18 ноября на электронном аукционе. Победителю торгов предстоит в течение года очищать территории от мусора, собирать мусор из урн и вывозить на полигон ТБО. Очищать от снега, подсыпать тротуары песком. В случае поломок производить ремонт деревянных конструкций, скамеек, ограждений. Состоянием площадки, конструкции элементов, отсутствия мусора. То есть и все, чтобы необходимо было. Целости, сохранности. Также отсутствие наличия предметов, которые будут угрожать животным и людям. Кроме этого, в перечень видов работ входит покраска поверхностей элементов оборудования и ограждения. Завоз песка, восстановление и ремонт информационных стендов. А также покос, сбор и вывоз травы с площадок и прилегающей территории. Восстановление покрытий из твердых материалов. В общем, работы у подрядчика достаточно. Ремонтом приходится заниматься постоянно, так как площадки регулярно становятся объектами вандализма. Очень много у нас, практически день через день у нас очень много повреждений. Ломают ограждения, конструкции различные. То есть постоянно, каждую неделю, не по одному разу ремонтируют подрядчик. К сожалению, да, сейчас у нас видеокамер нету, как и по детским игровым площадкам, как и по выгулу домашних животных. Вот нет у нас видеокамер, когда можно вот слеживать, хотя бы вот узнать, кто это вот вандализмом занимается, так называемым. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения, рекомендуют обустраивать от 400 до 600 квадратных метров. В условиях сложившейся застройки их размер может быть уменьшен, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Напомню, как указано в правилах и нормах по благоустройству, владельцам животных необходимо предотвращать нападение своих животных на других животных и людей, а также соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. Также запрещается нахождение или выгул собак без поводка и намордника на детских, спортивных площадках и местах массового отдыха. Их неисполнение влечет наложение административных штрафов.